МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, в 13.05 я рад вас приветствовать в студии универсального формата. Меня зовут Юлия Сейвера, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон существует для того, чтобы вы задавали свои вопросы, ну и, конечно же, ждали розыгрыша призов, который мы для вас совсем скоро интересные вопросы вам зададим. Заготовили для вас билет в кино, поэтому уж постарайтесь, держите телефон на готове и, конечно же, ждите наших вопросов. Ну что ж, сегодня тема передачи мы назвали так – «Здоровый дух», как известно, здоровый дух именно в здоровом теле. Неспроста, ведь совсем скоро в Самаре пройдет День физкультурников, в преддверии этого замечательного праздника. Мы решили поговорить о спорте вообще, ну и о каких-то новых направлениях спортивных. Вот как раз с этой командой, которой сейчас у нас в студии, поговорим о кроссфите. Что это, как давно вообще существует в Самаре, да и вообще, наверное, в России. Может быть, в России зародился такой стиль, не знаю, что это вообще. Нам расскажут наши сегодняшние гости. Итак, представляю вам Антон Сенькин, тренер кроссфита. Здравствуйте. Ну и ребята, которые к кроссфиту имеют прямое отношение, занимаются, поняли на себе уже его результаты, его какие-то побочные, быть может, действия. Тоже испытали что-нибудь такое? Расскажете нам? Побочные действия? Побочные действия. Кроссфита есть? Побочные действия. Много ешь. Много ешь. Хорошо, ладно. Представляю вам, в общем, Эдуард, который заговорил со мной первым. Здравствуйте. Рядышком со мной Полина и напротив Алена расположилась. Очень приятно сидеть в такой спортивной, потянутой, веселой компанией. Поэтому, надеюсь, сегодняшний эфир тоже пройдет у нас весело. Да? Не сомневаюсь. Вот так вот, спортивная команда. Что ж, ну, прежде чем, наверное, начать, прежде чем помучить вас своими вопросами, давайте вспомним, как День физкультурника прошел в том году в Самаре. Действительно, это великий праздник. Очень много интересного каждый раз готовят организаторы. В этом году тоже будет много интересного. Расскажу вам поподробнее, что же ожидать. Ну, а пока давайте вспоминать, как прошло все в прошлом году. Чем слоняться по округе, руки в брюки, развивая мускулатуру физкультурой. Девиз учителя физкультуры Светланы Мишиной. Почти 10 лет она преподает физическую культуру школьникам. В прошлом волейболистка и детям прививает любовь к этому виду спорта. Говорит, чтобы были успехи, нужно развивать прыгучесть. Можно прыгать на тумбочку, которая где-то под метр, с тумбочки, всякие прыжки делать, чтобы развить прыжок. Ну, вообще, вот скакалка очень хорошо помогает. В этом году День физкультурника отмечался в юбилейный 75-й раз. На Самарскую набережную проникнуться атмосферой праздника пришли тысячи людей. Каждому было чем заняться. Малыши развивали ловкость и сноровку, пытаясь попасть мечом в глаз, рот или нос надувному клоуну. Мужчины интересовались боевым оружием, которое можно было не только посмотреть, но и потрогать. Для самых выносливых работала площадка по сдаче нормативов комплекса ГТО «Готовности к труду и обороне». Все лето в Самаре проходили всевозможные турниры и чемпионаты. Ребята со всей области демонстрировали свои умения в боксе и футболе. Больше 10 тысяч школьников боролись за первые места. Организаторы турнира по дворовому футболу «Лето с футбольным мечом» наградили победителей кубками и призами. Мы традиционно сейчас финал у нас с участием сборной капитанов и ветеранов, крыльев советов, руководства города. И я сам всегда с очень большим интересом играю с мальчишками, получаю от этого огромное удовольствие. В течение нескольких часов набережная Самара была самым спортивным местом города. Бег, велосипеды, футбол, бокс – всего 30 площадок, призывающих заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ну что ж, этот год не исключение. В следующую субботу, точнее, вот накануне, 8 августа, в Самаре отметить День физкультурника на второй очереди набережной в районе Чикагоского спуска. Там будет, как уже традиционный фестиваль, точнее, этап соревнований «Лето с футбольным мечом». Конечно же, соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Ну и авиашоу заготовили для вас организаторы. Интерактивные площадки по настольному теннису, шахматы, силовой гимнастики, фехтованию, боксу, мини-футболу. Ну и, конечно же, семейные состязания. Мне кажется, будет очень-очень интересно. Что ж, ну а пока давайте с вами познакомимся все-таки. Что такое кроссфит? Рассказывайте, пожалуйста. Вообще, как давно существует такое направление? Переглянулись так? Кроссфит — это вообще пришел к нам из Америки, этот вид. Как множество, наверное, видов спорта все-таки? Считывает он лет шесть уже где-то у них. У нас он, ну в нашем городе развивается года три. Ну не мы начали его, империал фитнес-клуб первый, кто зарождал этот вид в нашем городе. Кроссфит, ну я так понимаю, что это не совсем спорт, это все-таки, наверное, направление фитнеса. Правильно? Кроссфит — это вид спорта такой. Вид спорта? Да. То есть там есть соревнования, есть чемпионаты мира, называется «Кроссфит Геймани». Ну в нашей стране принято называть функциональным многоборием, то есть как бы, чтобы вот марку не американскую держать, а вот нашу, русскую. Ну да, функциональным многоборием так по-русскому звучит, действительно как-то так представляется какой-то богатырь, который таскает что-то на себе. Я лично, к примеру, с кроссфитом знакома, ну постольку поскольку. Для меня это те люди, которые переворачивают колеса и все, вот тут огромные такие покрышки. Мы умеем. Это то? Да, отчасти, да. Ну, кроссфит — это высокоинтенсивный вид тренинга, то есть тренировки, где используется много разных упражнений. То есть варьируемость упражнений происходит. Это упражнения из тяжелой атлетики, из гимнастики, из легкой атлетики, из плавания. И также упражнения, которые ни в каком виде спорта не применяют, такие же, как переворачивание колес, там, ну и все подобные. То есть организаторы кроссфит-гейм-игр, то есть чемпионаты мира, они придумывают там всевозможные варианты. То есть, например, мешки, набитые с песком, они таскают там через стадионы, вот на последних играх это было. В первую очередь ты переворачиваешь свой образ жизни. Переворачиваешь свой образ жизни? Вот так вот, Эдуард, красиво сказал, завернул. Готовились? Нет, ни в коем случае. Сейчас вот пришло, на самом деле так и есть. А до кроссфита вообще со спортом на ты были? Да, занимались спортом все. Что было? Фитнес, либо какой-то, может быть, вид спорта, не знаю. Ну, я лично занималась и сначала там пару лет занималась просто дома, потому что не было возможности ходить в фитнес-клубы. Просто дома занималась на коврике, с гантельками, своим весом занималась. Потом бегала много, года два бегала просто там по 10, по 15 максимум километров. Вот, потом я пришла в кроссфит и уже второй год занимаюсь. Есть результаты, это очень классно, уже выступаю на соревнованиях. Вот. Ну, а как поменял? За кем бегал, Таля? Может, от кого-то? Может быть, за чем-то? Может, за чем-то? Я так думаю, за целью, в любом случае за целью. Да, цель – это здоровье, чтобы было здоровье, было красивое тело, рожать здоровых детей, показывать пример, на своем примере показывать, хороший пример другим людям. Вот такие вот у нас, да, сегодня гости. Умницы, красавицы, спортсменки-консомолки, как в известной фильме. Ну, вот, например, если брать Полину, Полина у нас чемпионка Европы. По пару лет снегов. По пару лет снегов. Также мастер спорта по гимнастике. То есть люди, в основном, приходят из спорта. То есть мы занимаемся кроссфитом, ну, как бы, готовясь к соревнованиям. Также можно кроссфитом для здоровья заниматься. Ну, здесь, как бы, у нас, можно сказать, спортсмены. Эдуард, он профессиональный хоккеист, сейчас судьей работает, КХЛ судит, континентальную хоккейную лигу. Ну, в принципе, ему для работы этот вид деятельности подходит. Подготовка вообще обалденная была. То есть я занялся кроссфитом, получается, где-то два месяца назад всего. То есть результаты мне очень нравятся. И уже два месяца уже есть какие-то изменения. Визуально, как минимум, видно очень хорошо. И к нам еще приходят не только вот спортсмены. Сейчас вот, наверное, телезрители. Ага, вот мы к ним не пойдем, потому что там только чемпионки и все такие спортсмены. К нам приходят люди, которые вообще не были связаны спортом никак. И, то есть, с ними занимается тренер наш очень грамотно. И, то есть, тоже втягиваются в нашу семью такую. У нас, потому что как спортивная семья, друзья, вообще дружим хорошо. Этот спорт для всех. Да, у нас, то есть у нас коллектив единомышленников. Потому что занятие, оно ведется как групповое. И там сразу видно, кто что делает. То есть не как в просто тренажерном зале. Все пришли, все вроде работают, а непонятно кто что. И получается так, что один делает, а другие просто ходят вокруг него и там зеркало позируют. У нас все видно, и каждый понимает, на каком он уровне. И вот такие спортсмены, как Полина, например, ну, это вообще очень большое преимущество, что можно, есть за кем расти, есть куда тянуться. Не перехваливай. Не перехваливай, да. Мне кажется, Полина расскажет сейчас всю правду о себе сама. Полин, ну, давайте вообще, почему пару лифтинг для девушки такой хрупкой, мне кажется, на первый взгляд? Да-то действительно не подумаешь, что вообще вот так вот, ах, сильна-то у нас, красавица. Ну, в зал я пришла после спортивной гимнастики, у меня была травма. В зал пришла просто подтянуть корсет, мышцы сделать, укрепить. Ну, как-то втянулась, и через два месяца я уже стала мастером спорта, а через год уже чемпионкой Европы. Вот. Ну, кроссфитом я начала заниматься. Мне, ну, надоело пауэрлифтинг. Хотелось чего-то нового, интересного, проверить себя, попробовать. Ну, и так появился кроссфит в моей жизни, чему я очень рада. Я так понимаю, хоть вы и говорите то, что приглашаете и неподготовленных людей, все-таки кроссфит не для слабаков. Не для слабонервных. Не для слабонервных. Там сразу проверяется, то есть человек, то есть он приходит в коллектив, сразу видно, можно понять, как бы, будет он заниматься или не будет. Да, многие. Сразу узнаешь человека, то есть по тренировке в момент, когда он занимается. У нас есть звонок от наших телезрителей, давайте потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня Вадик зовут. Очень приятно. Вот, и хотелось бы задать вопрос. Пожалуйста. А возрастные ограничения есть какие-нибудь в возрасте? Возрастные ограничения, хорошо, спасибо. А сколько вам лет, чтобы понимать? На эспорт, скажем так. Сколько вам лет, пока вас не видят, можно, я думаю, такой возраст? Мне 17 лет. 17 лет, хорошо. Есть ограничения? А можно перед тем, как ответить, можно кинуть солямку Вагизу? Я думаю, все поймут, и особенно Вагиз, солямку тебе. Да, привет, всем привет. Хорошо, спасибо большое. Можно я отвечу? Да, пожалуйста. Ну, вот соревновательные кроссфита обычно на соревнованиях проходят в таких номинациях. То есть группа А – это профессионалы, группа Б – это любители. И категория мастерс – это те, кто за 40. Ну, в нашем коллективе занимается один мальчик вот 14 лет. То есть, в принципе, ему нагрузку я как тренер подбираю под его физиологическое развитие. То есть тут даже не зависит от вида спорта, а просто методика и физиология. И, соответственно, я его готовлю уже, ну, на каком-то ментальном уровне, какие-то упражнения я ему уже даю на обучение. Какие-то энергиобеспечительные зоны я ему уже развиваю. Ну, естественно, вот как бы как профессионал он выступить еще не сможет в этом возрасте. Потому что тяжелоатлетик, пауэрлифтинг, работа с весами еще корсет у него не окрепший пока. То есть, ну, рано ему еще. А лет с 17-18 в принципе уже можно выступать, ну, по полной, можно так сказать. Занятия, сколько необходимо вообще посещать занятий в неделю, чтобы, ну, добиться каких-то результатов? Вот вы сказали то, что через два месяца уже чувствуете изменения в теле, изменения, я так понимаю, и внутри, да, если вы говорите, что это стержень все равно меняет как-то образ жизни, кроссфит, появляется такой внутренний стержень. Ну, что для спортсмена, собственно говоря, естественно. Вот. Сколько раз в неделю? Ну, минимум раза в три надо ходить. Раз в три? Чтобы были какие-то результаты минимум, да. А так можно ходить вообще каждый день. Вот у нас по четвергам выходные только. Сегодня мы у вас. Так совпало. Да, совпало. Мне бы так ответило, что все это зависит от цели твоей. Да. То есть, если у тебя цель... Внутреннее состояние тоже нужно слушать свой организм немножко, конечно, тоже. Потому что если человек первый раз пришел, начинает заниматься, конечно, первые две недели, это очень будет сложно. То есть, адаптация, акклиматизация, это сто процентов. То есть, могут быть там какие-то там, ну, нагрузки, то есть, ну, в любом случае человек почувствует это. И вот это нужно перетерпеть в первых неделю-две. А потом уже, то есть, идет все погладко, так скажем. Тренер, право говорить? Я как про себя сейчас говорю. Я скажу, наш тренировочный процесс, ну, то есть, в принципе, кроссфит, все зависит от тренера. То есть, как он будет выстраивать процесс, потому что широковарьируемые упражнения, то есть, можно любые выбирать, а методики можно любые применять. То есть, не как в определенном виде спорта, там, например, тяжелый атлетик, ну, то есть, они работают в основном со штангой. То есть, у нас, ну, можно в одну сторону склониться, в другую, то есть, перейти в специализацию. Поэтому количество раз, ну, 6 раз в неделю. В принципе, нормальное. Это как настоящий спортсмен. То есть, ты тренируешься, можно и 12 раз, в принципе. Если нагрузки будут меняться, потому что ты работаешь то над одной зоной, то над другой. То есть, грубо говоря, над одними волокнами, там, быстро, например, используешь на одной тренировке. На другой ты над медленными волокнами работаешь. То есть, быстро в это время отдыхают. А по поводу вот возраста еще хотел бы дополнить. Антон сказал, что 14 лет минимум. Нет, это неправда. Он забыл про моего сына, который ходит со мной. Ему 9 лет, и, то есть, он в нашей взрослой компании, то есть, маленький, занимается тоже с нами. Кстати, Артем, привет тебе. Да, даем задания, да, и детям тоже. Я могу, как бы, подобрать нагрузку вместе со всеми под нашу методику. Ну, конечно, проживания такие сложные, они более простые, потому что и ребенок еще технически не готов к этому, к выполнению. В сентябре у нас, вот, мы будем набирать вообще детскую команду Крот по кроссфиту. В Самаре это будет новое. Будем воспитывать такое юное поколение кроссфитеров. Кроссфит-гидз. Слушайте, это клево, это здорово, на самом деле. Вообще, спорт любого проявления, особенно в детском возрасте, это прекрасно. Мне кажется, все родители должны как-то так или иначе своих чатов определять в тот или иной вид спорта. Уж что они захотят, наверное, не так, то, что будешь заниматься гимнастикой. Лучше об ребенку дать выбрать, естественно. Нужно выбирать, но в любом случае спорт, мне кажется, должен идти, пусть не профессионально, но по жизни где-то рядышком. Есть такое. Что ж, у нас есть еще один звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артем. Артем, очень приятно. Артем, ну, расскажите, пожалуйста, зачем к нам пожаловали? Какой вопрос? Меня интересует вопрос. Ребята, вы как тренируетесь? Только в зале или на свежем воздухе у вас занятия проходят тоже? Отличный вопрос. Хорошо, спасибо большое. Да, зал, свежий воздух. Мы занимаемся в зале. Артем, приходи к нам в зал тренироваться. Мы занимаемся иногда, если скучно, хорошая погода. Мы занимаемся, устраиваем пляжные тренировки. На пляжу все там загорают и вялятся. А мы бегаем там, прыгаем. Вообще можем во двор выйти, во дворе прыгать лягушками. Ну да, берем с собой такой самый необходимый винтарь, который мы можем вынести из зала. На ближайший газон, на травку. И, пожалуйста, занимаемся. Ален, я так понимаю, что смотря на вас, действительно, ну и на Полину, вы, сейчас попытаюсь задать вопрос, надеюсь, не обижу вас. Потому что, действительно, многие девушки боятся быть перекачанными. Похожи на мужиков стать. Похожих, да, на мужчин и так далее. На вас, смотришь, такого действительно нет. Подтянутое тело, красивое тело, красивые стройные ноги. Это все-таки благодаря кроссфиту? Либо, хоть и говорите шесть раз в неделю, либо все-таки надо вот вот шесть, но не семь. Семь, все, будет уже мужик. Или нет? Или это как-то зависит от, не знаю, веса, быть может. Вообще, нужен ли какой-то... Женский организм, он в принципе не может быть, как у мужчины, потому что генетически это просто невозможно. Если вы будете употреблять какие-нибудь стероиды, то, конечно, растет мясо, где не надо и что-нибудь еще нет. Потому что многие девушки... И будете говорить вот так вот. И будете говорить, девушки, вы только подтянуты и стройные, и все. Да, только будут красивые. Это вот просто бред полный. Никаких гор мышц у вас не будет за две тренировки. Посмотрите на нас. Ну да, в женском организме мужских гормонов в 10 раз меньше, чем в мужском. Поэтому развить такую крупную мускулатуру, ну это просто нереально. Если ты действительно, как Полина говорит, употребляешь эти гормоны извне, тогда да, ты можешь в мужчину превратиться. Просто глядя на Полину, мы с ней занимаемся, она нереально сильная. Она сильнее меня в два раза. Ну да, не каждый мужчина 30 раз подтянется, вот например. Она сильнее некоторых ребят, кто занимается. Да, да, и она, то есть, очень красивая, женственная, и, я не знаю, я, она просто кумир мой в нашем зале, как минимум. Да, один выходной, как мой. Я вообще, когда пришел, я сказал, что когда я вырасту, я стану Полиной. Слушайте, это очень весело. Вам спасибо большое, что были у нас сегодня. А можно еще? Да, пожалуйста. Мы пока пользуемся случаем, никто еще не знает, я один тут. Я вот решил подогнать нашему тренеру Маечку. Я думаю, опять же, если он сейчас раскроет ее, покажет в этот, все поймут свои. Открывай, открывай, открывай. Так, подарки прямого, кири, сюрпризы, но прямой эфир. Открывай, покажи Маечку, открывай, открывай, открывай. Все, все понимаете. Царь просто царь, вот так вот. Он не знал, в чем пойти, он перед эфиром, он потом думает, ладно, в эфире отдам. Что ж, спасибо большое за столь позитивный эфир. Ну, наверняка, я думаю, вы будете рады видеть у себя в команде новых-новых пришедших. Всем добро пожаловать. И юноши, девушки, те, кто уже занимается спортом, те, кто только хочет начать заниматься спортом. Можно нас найти в группе ВКонтакте, это набрать в поиске CrossFit Metalurk, и сразу найдете Самара. Или Алена Сенькина, Антон Сенькин. Алена Сенькина, Антон Сенькин. В общем, действительно, контакты... Эдуард Сенькин. Контакты, семья Сенькиных, у вас сегодня была в эфир. Что ж, спасибо за позитивный эфир. Нет, Юлия Север с вами не прощается, говорю лишь немножечко перерыв делаем. Мы смотрим небольшой сюжет про художественную гимнастику, да, кстати, замечательный, красивый вид спорта, который многие считают самым красивым. А после встречаемся и рассказываем, а где же можно заниматься спортом у нас в Самаре, не ходя в спортивный зал. Здравствуйте! Ровная осанка, всегда натянутые стопы и грациозная походка. Так выглядит девушка, увлекающаяся художественной гимнастикой. Эти малыши в спорте еще совсем новички. В тренировочных залах привели родители всего два месяца назад. Но уже сейчас заметны первые результаты. Для себя, для родителей, конечно, они уже потянулись, и осаночка стала лучше, и равняются. И кто-то уже на шпагатике сел, мостики научились. То есть какие-то результаты для них самих есть. А на соревнованиях, конечно, еще пока рано. То есть после первого года обучения только девочки выступают на соревнованиях. Екатерина еще в детстве поняла, что художественная гимнастика – это навсегда. Получив разряд мастера спорта, решила связать себя с тренерской деятельностью. Так уже семь лет прививает юному поколению любовь к этому виду спорта. Складываемся вперед, спрятались, и коленочки к полу, тянись, тянись ручками. Художественная гимнастика – это не просто вид спорта. Это тандем танца, акробатики и циркового искусства. Художественная гимнастика не ограничивается силой, выносливостью и ловкостью. Перед спортсменками стоит довольно непростая задача. Нужно быть сильной, но в то же время изящной, ловкой и грациозной. В их движениях должна царить легкость, а характер должен быть железным. Мне нравится ходить на гимнастику. Так ты раз… Ну, я много хожу уже на гимнастику, мне нравится ходить сюда. Мы там тянем носочек, так мостик хорошо делаем. У меня больше всего хорошо получается березка, колечко, но мостик может. А на шпага ты уже садишься? Ну нет, я еще только учусь, не получается. Для этих девчат гимнастика скорее развлечение, чем спорт. Но это пока. Через годы они, возможно, будут мастерами самого красивого вида спорта, имя которого художественная гимнастика. Что ж, ну действительно, настолько интересная сегодня тема эфира «В здоровом теле здоровый дух», что даже забылось задавать вам вопросы. Между тем, конечно же, мы разыгрываем для вас что-нибудь интересненькое, билеты в кино, в киномечту. Вопрос учитывая следующим образом. Какая спортивная дисциплина не входит в соревнования пятиборья? Конкурс, стрельба, метание копья, либо фехтование? 202-11-22, ответите верно, получите билеты в кино на двоих. Ну а пока я представляю наших следующих гостей. Знакомьтесь, люди тоже спортсмены, люди спорта, связаны. В общем, люди из замечательного фитнес-центра «Батакфитнес» к нам сегодня пришли. Это у нас Анна Архипова, фитнес-менеджер. Здравствуйте. Рядышком со мной Виктория Ковалева, инструктор по женской славянской гимнастике. Честно говоря, о этом направлении фитнеса, направлении спорта слышу впервые. Очень интересно узнать, что же это такое. Наталья... Спасибо большое, потому что действительно фамилия очень интересная. Клиент, собственно говоря, занимается женской гимнастикой, правильно я так понимаю? Ну и Екатерина Носова, фитнес-активист, которая, так понимаю, без спорта и без фитнеса себя не представляет. Правильно? Правильно. Отлично. Что ж, ну я так понимаю, что действительно сейчас летом в Самаре очень много интересных площадок, где проходят бесплатные занятия фитнесом, спортом и так далее. Вы тоже не исключение сделали интересный проект. Рассказывайте, что за проект. Ну да, наверное, мы тоже не исключение. В действительности был начало в том году проект, как йога в парках, МП-парки организовывали совместно. Наша задумка тоже была давно. Наконец-то в этом году мы воплотили ее в жизнь. Заручившись поддержкой администрации МП-парки Самары, мы выбрали четыре площадки в городе. Это парк Аминь-Гагарина, парк Воронежские озера, парк Щерса и Ленинградский спуск городской набережной Самары. И решили, соответственно, целью проекта у нас было привлечение населения к спорту, привлечение их к здоровому образу жизни. И для того, чтобы спорт был доступен всем и каждому, тренировки бесплатные. Было обговорено, какие же выбрать направления, чтобы всем пришлось все по душе. Кто-то хочет активного спорта, кто-то наоборот соединится с природой чего-то такого спокойного. Соответственно, выбрали йогу, фит-заряд, это направление функциональной тренировки на свежем воздухе, славянско-женская гимнастика, которая позже расскажет нам Вика, как новое направление и кому-то неизвестное вообще. И зажигательная зумба под латиноамериканские модные песни, зажигательную музыку. Мы танцуем в парке Гагарина, собираем огромный толпы людей. Ну, соответственно, и все. Сейчас проходит в месяц около 70 тренировок, на которых все желающие, людей становится все больше и больше, и мы этому рады, это главное достижение наше. Главная цель, собственно, например. Главная цель, да, главное достижение. И пусть в этом году были какие-то еще пробы и ошибки, в следующем году с уверенностью мы готовы сказать, что мы будем продолжать. Больше площадок, больше направлений, всех ждем. Спасибо большое. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, какая спортивная дисциплина не входит в соревнования пятиборья, которые я привела выше? Конкурс, стрельба, метание копья, либо фехтование? Не в фехтование. Фехтование не входит? Да. Ну, к сожалению, неверный ответ, поэтому, наверное, с вами прощаюсь. Быть может, ты, дорогой телезритель, который сейчас как раз смотришь и уже держишь телефон у себя в руке, звони на 202-11-22, рассказывай, какая же спортивная дисциплина не входит в соревнования пятиборья. Осталось три варианта ответа. Это конкурс, стрельба, либо метание копья. Получишь билеты в кино на двоих, мне кажется, замечательный подарок. Поэтому давай, пытайся, пробуй методом проб и ошибок, потому что рождается действительно истина. Но я думаю, кто-нибудь, да, конечно же, сейчас надо звонить. Тем более три варианта ответа, мне кажется, вопрос не такой же сложный. Да, четвертый дозвонишься. Четвертый дозвонишься, однозначно получит приз. Что ж, хорошо. Девушки, хочу у вас спросить, собственно говоря, наверное, именно у Екатерины, как у фитнес-активистки, какие из этих занятий, которые были перечислены выше, уже успели сходить, уже успели опробовать? Если касаться именно летнего проекта, то в основном хожу, конечно же, на зумбу, на танцевальное направление. А чем нравится? Нравится, если честно, всем. То есть зумба – это такое направление танцевальное, в котором совмещается, во-первых, несколько стилей. То есть это не только латино, например, не только латиноамериганские движения, но и там есть примесь, например, хип-хопа, других направлений, которые, грубо говоря, несочетаемые направления, они сочетаются вот в этом танцевальном стиле, таком, как зумба. И это, на самом деле, как Аня сказала уже, это очень зажигательная музыка, которая, даже вот если брать занятия в парках, очень притягивает народ, притягивает окружающих. То есть все смотрят и все присоединяются, что самое главное. То есть присоединяются все… Это танцевальное направление для всех возрастов, во-первых. То есть этим направлением занимаются, как и дети к нам присоединяются даже в парках. Семьи целые. Да, целые семьи. Папа, мама и ребенок. Места-то всех хватает? Места хватает всем. Да, площадка большая. Да, площадка достаточно большая, тем более сейчас нам поставили колонку музыкальную. Это вообще замечательно, дело пошло. Да, МП-парки выделили нам звук, громкий звук, тем самым привлекли сразу большое количество людей, смотрящих. Я даже не знаю, больше людей танцуют, еще такое же количество стоит и снимает на телефоны просто. На всех займем присоединяться, потом спрашивают, когда будет проходить. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Как зовут? Представляйтесь. Здравствуйте, Анастасия. Анастасия, очень приятно. Вообще спортом любите заниматься? Не особо, если честно. Не особо, но может быть танцы хотя бы. Но если только танцы. Только танцы, но это замечательно. Давайте тогда, быть может, вы теоретик в спортивных вопросах. Какая спортивная дисциплина не входит в соревнования пятиборья? Конкурс, стрельба, либо метание копья? Я думаю, что это метание копья. Вы абсолютно верно думаете, все-таки теоретик. Ну что ж, я вас поздравляю, билет в кино достается именно вам. Как их забрать, расскажем после эфира. А славянская женская гимнастика. Виктория, рассказывайте, что такое за направление, откуда к нам пришло. Я так понимаю, что да, действительно, если она славянская, то, наверное, где-то рядышком зародилась. Правильно? Либо это может быть историческое уже направление? Ну, сколько точно направлений в этом лет я не знаю, потому что наши прабабушки, прадедушки владели этими техниками. То есть все-таки это такой исторический вид? Ну, на Древней Руси была эта практика. Наши женщины были очень красивыми, очень выносливыми, как вы помните. И очень статными, плавными. Такая уравновешенная походка, характер. Они могли всех успокоить. Сейчас мы видим немножко другую женщину в 21 веке, которая тревожная. Все время что-то она хочет, мысли крутятся. И женщины у нас сейчас от этого очень сильно страдают. Соответственно, страдает и мужчина, потому что вместо того, чтобы их успокоить, женщина, наоборот, их заводит. Слушайте, это интересно, это не только фитнес, это еще и философия целая, правильно? Ну, у меня на самом деле, я психолог, и занимаюсь я славянской женской гимнастикой. Именно у меня очень длинный такой путь, очень длинный. Она действительно помогает женщинам развиться не только физически, не только иметь прекрасное физическое телосложение, хорошую походку. Плавность, гибкость характера самое главное. Потому что женщина, самая главная гибкость мышления. Она прежде всего мама. Если она будет вот с таким твердым мужским стержнем, то и мужчины страдают, и женщины страдают, и все страдают. Слушайте, это просто-напросто сокровище. Конечно. Просто делайте упражнения, и ваш ум останавливается, фигура приходит в норму. Но тут у нас немножечко есть такое отклонение от классического приема славянской гимнастики, потому что у нас все-таки фитнес-направление. И мы делаем немножко медленнее, немножко плавнее. Очень прорабатываем спину, очень прорабатываем ум. Занятия проходят не совсем обычно, потому что я же еще и психолог. Это всегда обязательная теоретическая часть. Каждое упражнение является очень мощным инструментом. Одно упражнение на детей, другое упражнение на здоровье. Третье очень всеми любимое на противоположный пол. То есть 27 инструментов. Каждый день я высчитываю, какой комплекс дня мы будем делать. Я озвучиваю. Вот так, девочки, мы сегодня работаем на детишек, а сегодня мы работаем на очищение. И это все очень видно, потому что на первой тренировке ничего не понятно. Говорю, так вы расслабьтесь, просто делайте. Просто. Потом спрашиваю, ну как, ну что? Да, и ум остановился. Главный фактор – ум остановился и становится просто хорошо. Женщины становятся просто счастливы. Они у меня все выплывают. Виктория, вы просто-напросто на самом деле завораживаете своей внешностью и своей манерой объяснять. Это действительно, наверное, возможно результат как раз славянской женской гимнастики. Ну и понимание психологии. Мне лично вы очень нравитесь, честно. Мне тоже. Хочу Наталью спросить. Наталья, ну вообще вы изменили, не знаю, какие-то, может быть, жизненные приоритеты, какие-то, может быть, жизненные, опять же, настрой, мысли после посещения? Ну, что удивительно, после гимнастики как бы и не нужно специально что-то настраивать. Потому что все просто происходит само по себе, да. То есть я, в принципе, это не так долго занимает, где-то, наверное, с апреля. И могу сказать, что результат виден сразу. Даже для человека, который никогда ничем не занимался подобным, то есть действительно сразу идет такая гармонизация и наращивание, увеличение женственности и женское какого-то влияние на пространство. Первое, что я заметила, это практически сразу же. То есть если бы, например, раньше идет какой-то конфликт, я бы туда там шашки на голо там и понеслась, то я заметила, что я сижу, и я понимаю, что меня это все как будто не касается. Я просто, наоборот, всех успокаиваю, и все становится хорошо. И все успокаиваются, и то есть как бы не происходит самого зарождения. Конфликта. Конфликта или какой-то нервной ситуации. Да, какой-то, который, например, просто вот так как сейчас уже несколько месяцев просто, причем, ну, как плотного практикования этого, да, то есть я заметила, что в жизни начало происходить столько, ну, чудес. По-другому не скажешь. То есть происходит то, что тебе нужно. Именно в то время, когда тебе нужно. И так, как тебе нужно. То есть именно те люди, да, которые нужны, получаются какие-то новые, ну, ответы, которые тебе нужны. В общем, все происходит так, как нужно мне. Наталья, спасибо большое. Я предлагаю как раз после небольшого перерыва пару практик все-таки показать нашим телезрителям. Что ж, смотрим и внимательно потом изучаем практики славянской женской гимнастики. Мне кажется, я достаточно субъективно об этом рассуждаю, потому что они нравятся. Почему? Потому что российские команды, российские спортсмены всегда на пьедестале. И мы невольно разделяем гордость за наших спортсменов. Ну и, конечно, нравится смотреть на победителей, нравится, как они выступают, нравится смотреть на сильных, красивых людей. Но мне кажется, знаете, спорт, он вообще облагораживает человека. Мне нравится волейбол, честно говоря. Вот как бы с юных лет. Вот. И так хорошо команды, вот, сыгранность всех людей интересная. И очень хорошо развивает. Больше всего фигурная катания играется. Почему? С детства смотрю, всегда нравилось. Художественная гимнастика. У меня дочь занималась художественной гимнастикой, поэтому я отдаю дань этому спорту. Самый красивый. Зрелищный. Зрелищный. Не знаю, я люблю бьетлон. Мне нравится фигурное катание. Почему? Ну, потому что различные, там, ну, сам ход вот этих вот, как бы, фигуристов, он красивый. Ихни, я не знаю, как называются их, там, трюки тоже завораживают. Костюмы, наверное. Ну, костюмы тоже. Футбол. Почему? Ну, потому что это красиво, зрелищно. Но это может оценить только тот, кто им занимается, любит его. Вообще, любой вид спорта красив и зрелищен для каждого свой. Поэтому нельзя выделить какой-то оценок в спорте. Ну, вот сейчас как раз нам Виктория покажет несколько упражнений из славянской женской гимнастики. Виктория, начинайте. Я покажу упражнение из верхнего мира, которое дарит женщине спокойствие, уверенность в себе, помогает разобраться в чувствах. Для этого сначала я как-то очень аккуратно, бережа ваш микрофон, войду в верхний мир. Ну, тут вообще долго надо стоять, очень приятно. Я, пожалуй, опущусь и покажу вам упражнение. Глубокий прогиб в прояснице, и макошечкой тянемся вверх. Это упражнение на уверенность. А самое главное на то, что вы можете понять свои мысли. Также я покажу вам упражнение из среднего мира, направленное на взаимоотношения со старшим поколением. Всем это очень важно. Вхожу в средний мир, не без этого никак. Это очень быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, девчонки. Слушайте, это так завораживает на самом деле. Кажется, что это просто движение, но это действительно же... Это еще и наслаждение. В момент того, как вы делаете упражнение, вы получаете огромное наслаждение. И заражаете этим наслаждением еще и окружающее пространство, которое, кстати, только женщина способна искривлять. А вот они только кажутся такими простыми. Когда ты начинаешь делать, прорабатывается вот каждая мышца. Это удивительно на самом деле. Чувствуется. Это я делаю очень быстро, очень быстро. На самом деле, очень медленно надо входить и делать упражнения. Ну, приходите, собственно говоря, на тренировку. Вторник, четверг. Да, у нас состоится буквально полминутки до конца эфира, поэтому давайте подытожим. Да, это действительно надо смотреть, действительно надо понимать. Надо пробовать. Да, надо пробовать, да, действительно. Каждый четверг. Каждый вторник, четверг, 20.00, Ленинградский спуск. И каждый понедельник, среда, 11.00, Парк Гагарина, рядышком с детской площадкой. Рядышком с детской площадкой. Зумба, когда состоится? Зумба, вторник и четверг, 18.30, Парк имени Гагарина. И фитнес-заряд? И фитнес-заряд состоится по субботам в 10.00, Парк Гагарина, и вторник и четверг в 7.00 вечера, Парк имени Щерса. Ну, вот такая информация. Всего вам доброго. Пока-пока. Приходите. Приходите. Продолжение следует...